Когда мы приехали только сюда, это был 99-й год, я говорю, ну, слава богу, надо школу, детский сад, ничего нету, дома кругом построены. 20 лет назад, заселяясь и обживая новый микрорайон Солнечный, жители и представить не могли, что школу, которую им тогда обещали, придется ждать так долго. Здание проектировали, выдавалась разрешительная документация, потом вырыли котлован, но дальше этого дела не пошло. Так что это, без преувеличения, одна из самых ожидаемых строек в городе. Больше 10 лет жители Солнечного наблюдали этот котлован как печальный памятник непостроенной школе. За это время на дне котлована выросли деревья, несколько раз поменялись руководители района и города, а дети, которые должны были пойти в эту школу, выросли и закончили другие учебные заведения. И вот дело сдвинулось. Сегодня, 1 июня 2018 года, дается официальный старт началу строительства средней школы на 1100 мест в микрорайоне Солнечный. Давние планы удалось воплотить благодаря поддержке правительства области и губернатора Андрея Воробьева. Школа вошла в программу образования Подмосковья на 2017-2025 годы. Тем не менее, трудности были. За эти годы изменились строительные нормы, и отведенный под школу земельный участок не позволял разместить типовой проект. По просьбе районных властей, проектировщики переделали документацию, но это тоже отодвинуло начало строительства. Теперь подготовка позади, и к строительству приступил генподрядчик. Строитрест-22, дочерняя компания холдинга Су-22. Застройщика называют ответственным и социально ориентированным. Об этом говорили на торжественной церемонии, посвященной началу работ. Школа вошла в губернаторскую программу. Андрей Чурабьев поставил задачу ликвидации второй смены в Московской области. И в рамках этой программы строится очень много школ. Самое большое число в Российской Федерации строится в Московской области. Время прилетит незаметно, и порог новой школы переступят наши талантливые воспитанники и профессиональные педагоги. С огромным удовольствием поздравляю еще раз всех наших жителей микрорайона Солнечный и города Щелково. Если посмотрите, там очень маленький срок строительства, поэтому я хотел бы перед людьми, которые здесь находятся, и жителей этих домов, сразу извиниться, что мы будем шуметь, греметь, чтобы успеть построить школу в такие короткие сроки. Чтобы дети у нас могли пойти в 4 марта 2019 года уже в новую школу. Жители, собравшиеся на праздник, не возражали, лишь бы построили. Закладывая в фундаментный блок будущей школы капсулу времени с посланием потомкам, участники церемонии и сами загадали желание открыть школу с опережением сроков 1 сентября 2019 года. Надеемся, что вы по достоинству оцените наш вклад в благородное и полезное дело – строительство новой школы. Примите данное послание как символ нового этапа в развитии системы образования Щелковского муниципального района. В микрорайоне живет более 5000 человек и очень много детей. Родители всегда переживали, водили в школу через дорогу детей. Вот, теперь прекрасно будет в микрорайоне. Построилось два детских сада, школа. Мы очень рады. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...